Девушки отдыхают Внимание! Велика вероятность возгорания. В регионе вели четвертый класс пожароопасности. Ладья как символ праздника. Чем еще удивят гостей фестиваля «Золотая хохлома» семеновские мастера. Задержались силами спецназа. На сколько лет могут сесть за решетку организаторы наркопритона. Доходчатый Никитинах. Кто в семье главы региона зарабатывает больше? Звезды футбола в Большом парке. Что расскажет хорватам о Нижнем Новгороде экс-голкипер Степи Плитикоса? Свою работу в эфире продолжает служба новостей город. Я, Анастасия Шибашова, приветствую вас. Поговорим об основных событиях понедельника и минувших выходных. И вот с чего начнем. Жаркая и сухая погода в регионе способствует загоранию сухой травы и опавших листьев. В связи с этим в Нижегородской области введен четвертый класс пожароопасности. На этой рабочей неделе специалисты Центра управления кризисными ситуациями прогнозируют увеличение количества очагов и площадей природных пожаров в лесах и на Торфяниках. Для того, чтобы избежать пожаров, специалисты управления МЧС призывают нижегородцев соблюдать простые правила безопасности. А именно, не сжечь мусор на садовых участках, не выбрасывать горящие спички или окурки на сухую траву и вблизи деревьев. И не оставлять на открытых участках стеклянные бутылки или пропитанные горючими веществами тряпки. Напомню также, что с 14 по 18 мая в регионе действует запрет на посещение лесов. Нарушителям требований пожарной безопасности грозят штрафы. От 2 до 4 тысяч это на граждан, от 15 до 30 тысяч на должностных лиц и от 400 до 500 тысяч рублей на юридических лиц. За соблюдением режима противопожарной безопасности будут следить патрульные группы государственного пожарного надзора, представители сельских администраций и лесники. А в Нижнем Новгороде в минувшую субботу несколько часов горожане убирали от мусора Почаинский овраг. Общими силами несколько сотен человек собрали 450 мешков мусора, которые увезли на четырех КАМАЗах. Часть отходов, металлические банки, стеклянные бутылки и пластик отправили на переработку, а спиленные аварийные деревья и сушняк получили новое применение прямо на месте. Зато вот этой вот великой шайтан-машиной сейчас вся эта органика возвращается назад во враг, потому что на самом деле эта растительная основа, она нужна оврагу. Там листья, ветки на склонах они нужны, деревья им питаются в конечном итоге. Перчатками, мусорными мешками и граблями вооружились даже чиновники. На субботнике помогали, например, директор департамента культуры Наталья Суханова, зам главы администрации Нижнего Александр Герасименко, мэр города Владимир Панов. Среди мусора главе города попался экспонат из прошлого. Бессловно, нашли очень много стекла, были артефакты, это граненые стаканы. По мнению авторитетных экспертов, это наследие Советского Союза, пролежало очень много лет. Такой уборки в Почаинском овраге не было действительно давно. На месте также покрасили бордюры и входную группу на мост. Нижегородские активисты надеются, что это знаковое место сможет стать полноценной рекреационной зоной. В дальнейшем поддерживать Почаинский овраг в чистоте будет дирекция по содержанию парков и скверов, которые вот-вот появятся в городе. Пока нынешний глава города занимается наведением порядка, один из его предшественников продолжает находиться в СИЗО. Заседание по делу бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина перенесли на среду 16 мая. Ходатайство следователя о продлении экс-депутату срока содержания под стражей должны были рассматривать в понедельник утром. Слушание не состоялось, потому что в суд приехали только четверо из семи адвокатов Сорокина. Тему продолжим далее в рубрике «Короткой строкой». Защитники Сорокина заявили, что узнали о заседании лишь накануне, и поэтому не смогли должным образом ознакомиться с делом, которое насчитывает 700 страниц. Олег Сорокин также отметил, что всегда сам изучает все документы, и ему тоже нужно время. Прокурор против переноса не возражал. Напомню, бывший глава города подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В СИЗО бизнесмен находится с декабря прошлого года. Возмущенные жители автодоводского района снова вышли на пикет против повышения тарифов. В счетах оказались чересчур завышенные суммы. По словам чиновников, это произошло по ошибке. Будто бы прошлым летом счетчики тепла снимались на проверку, и показания «Волга Энергосбыт» не передавались. В связи с этим ресурсоснабжающие компании стало начислять оплату по нормативу. При этом тепла в домах не было. Сейчас в компании проходит проверка. В частности, цифры пересчитало Министерство строительства России. По словам мэра Владимира Панова, их расчеты оказались примерно на 84% меньше. Пробка в сторону Кстова скоро исчезнет. 18 мая после ремонта откроют мост через реку Кудьбу. Пока работы ведутся, интервал пропуска машин составляет 30 минут. Приоритет отдается направлению в сторону Нижнего. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют пик активности клещей. За помощью уже обратились свыше тысячи нижегородцев. Наибольшее количество присасываний зафиксировано в городецком и Борском районах области. В городе в Автозаводском районе. Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение. Кровососы следует сдать в лабораторию на исследование. Символом фестиваля «Золотая хохлома» в этом году станет двухметровая ладья. Мини-версию представили журналистам. Росписью оригинальной фигуры сейчас занимаются семь мастеров. Работа закончена на 70%. Двухметровую ладью установят на главной площади в Семенове. Символ будет расписан одним из узоров хохломы – славянской вязью. Что такое корабль, что такое ладья? Это надежда, это талисман удачи, талисман счастья, талисман добра. И если ты сел на корабле, то значит ты путешествуешь. И мы путешествуем на нем к заданной цели. А цель у нас огромная, и цель у нас хорошая – сохранить то наследство, которое нам досталось. Каждый год семеновские мастера создают огромные символы специально для фестиваля «Золотая хохлома». В этом году на главной площади сделают фотогалерею предыдущих 14 предметов. 9 июня в столице Хохломы соберутся художники из разных регионов. На один день город превратится в большую площадку, где будут проходить бесплатные мастер-классы. Нижегородцы смогут научиться расписывать матрешки и ложки, работать на гончарном круге, плести лапти или корзины. Фестиваль «Золотая хохлома» – одно из знаковых мероприятий Нижегородской области. По масштабности он уже скоро, наверное, догонит «Альфа Фьючер Кипл», потому что в том году он собрал 18 тысяч человек. Это достаточно уже такое большое и серьезное мероприятие. В местных кафе для гостей готовят вкусный сюрприз – угощений по старинным рецептам, в том числе и старообряческой кухне. Лето – традиционное время отпусков. Однако отдыхать за границей становится дорого. Как путешествовать по всему миру и при этом потратить минимальную сумму денег, расскажет Надежда Рожнова в нашем следующем репортаже. Если хочется отдохнуть, но денег, как говорится, кот наплакал, то смотрите этот сюжет до конца, ведь прямо сейчас я расскажу вам о самых выгодных мобильных приложениях, с помощью которых вы можете отправиться в любую точку мира. Итак, мы начнем с самого важного – с перелета. Большинство людей по старинке покупают билеты на вокзалах. Но зачем, если сейчас есть интернет? Продвинутые пользователи уже давным-давно приобретают билеты через авиасейлс. Кстати, каждую неделю это приложение присылает уведомления с самыми выгодными поездками. Подобным успехом пользуется также SkyScanner. Приложение покажет вам удобные варианты с пересадками и без от самых дешевых и до самых дорогих. После того, как мы определились, куда летим и на чем летим, самое время выбрать, где мы будем жить. Конечно, бесспорными лидерами являются Booking.com или Trivaga, однако я предпочитаю приложение Hotel Look, ведь размещение в данном приложении стоит не так дорого, а значит регистрируются там более доступные гостиницы. Вы просто выбираете даты, количество человек и категорию жилья, и вуаля, выбирайте, это может быть хостел, гостиница или даже комната в квартире. Кстати, если денег на проживание нет, то вам поможет приложение CouchSurfing, да, простыми словами, диванный серфинг. Это приложение позволит вам найти абсолютно безвозмездно ночлег в любой точке мира. Мало того, люди, которые готовы принять вас на ночлег, еще и подскажут, куда сходить, что посмотреть и где перекусить. Кстати, так можно найти друзей. Еще одно невероятное приложение – это TripAdvisor, он фантастически универсален. Он и билеты подберет, и гостиницу, и расскажет, куда сходить на ужин, и даже даст вам небольшую информацию о достопримечательностях, с которыми вы находитесь рядом. В общем, теперь вы знаете, что отдыхать можно с выгодой для своего кармана, ну а в следующий раз мы расскажем вам, где поужинать на курорте, где найти Wi-Fi, как жить без интернета, ну и, конечно же, как общаться, не зная языка. С вами была Надежда Рожнова. Отдыхайте, выгодно. Далее информации от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Задержались силами спецназа. На сколько лет могут сесть за решетку организаторы наркопритона? Доходчатый Никитинах. Кто в семье главы региона зарабатывает больше? Звезды футбола в Большом парке. Что расскажет хорватам о Нижнем Новгороде экс-галкипер Стиве Плитикоса? Вы смотрите службу новостей «Город», и мы продолжаем. В Нижегородской области утонул подросток. Трагедия произошла в городе Лысково. Мальчик, страдающий аутизмом, упал в пруд. Спасти его пытались очевидцы, но найти ребенка в ледяной воде им не удалось. Позднее на поверхность пруда всплыла кепка мальчика, по которой родные и опознали погибшего. Тело подростка водолазы обнаружили лишь спустя несколько часов. Криминальную хронику продолжит рубрика «Место происшествия». Крупный пожар уничтожил деревянные заброшенные склады на улице Большой Печорска. Им клубы серого дыма были видны даже из-за речной части города. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, и пламя удалось быстро потушить. Причины возгорания предстоит установить экспертам. Еще один пожар произошел на соседней улице Ульянова. Там загорелся деревянный дом. Пламя полыхало в нескольких метрах от жилых зданий. Прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать угрозу распространения огня. Деревянное строение сгорело полностью. Пострадавших нет. Необычные и опасные развлечения выбрали для себя молодые люди, прогуливавшиеся ранним утром по улице Почаинской. И они решили поджечь мусорку. Урна вспыхнула. Очевидцы происшествия вызвали пожарных. Дело наркоделеров и организаторов притона передали в суд. Обвиняемые находятся под стражей. Напомню, в июле прошлого года нижегородские полицейские с поличным задержали преступников. Двое мужчин 1977 и 1980 год рождения несколько лет назад запланировали извлекать доход в значительном размере, продавая наркотические средства. В ходе задержания они закрыли свои квартиры. Также в целях своей безопасности они заранее технически укрепили свою дверь несколькими замками. Задержали преступников при силовой поддержке спецназа. Сопротивление организаторы притона не оказали. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Если на дороге есть свободное место, значит можно ехать. Видимо, такой логикой руководствовался водитель белого внедорожника, когда для движения в плотном потоке выбрал разделительную полосу. Поведение автохама вызвало негодование других автомобилистов. И даже скромные, извините, аварийными огнями не помогло. Жена богаче мужа, доходы супруги временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в два с половиной раза превысили годовой заработок главы региона. Каким имуществом владеют супруги, расскажем в обзоре финансовых новостей. Глеб Никитин за прошлый год заработал около 16 миллионов рублей, а его супруга – около 39 миллионов. Никитин на праве собственности владеет земельным участком площадью 1500 квадратных метров, жилым домом и квартирой. Все объекты расположены на территории России. В гараже у главы региона два легковых автомобиля «ВАЗ-21011» и «ВАЗ-Патриот», а также мотоцикл «Ява-350». Супруги Глеба Никитина принадлежат две квартиры и два места под стоянку автомобилей. Нижегородские выпускники готовятся к экзаменам. Те, кто не уверен в своих силах, прибегают к услугам репетиторов. Как выяснилось, дороже всего берут за дополнительные занятия преподаватели географии – в среднем 500 рублей в час. Чуть дешевле просят за свои уроки физики и биологи, а самые доступные – занятия по информатике, обществознанию и математике. Для сравнения, дороже всего в России подготовка к экзаменам обходится в Москве – 730 рублей в час, а дешевле всего нанять репетиторов можно было в Волгограде – за 330 рублей. Нижний Новгород по итогам бронирования мест проживания на летний период вошел в десятку лучших российских городов. В столице Приволжье путешественники запланировали тратить на ночевку в среднем 2630 рублей. Во всех городах, которые также принимают матчи Чемпионата мира по футболу, цены на жилье выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Автомобили недорогого китайского бренда «Джак» снова продаются в России. Официального объявления о возвращении не было, но купить машину уже можно в столичных автосалонах. Кроме того, производитель намерен увеличить предлагаемый ассортимент моделей. Сейчас в основном продаются кроссоверы, в осени появятся пикапы и электромобили. В Нью-Йорке с аукциона «Кристис» отозвали автопортрет Пабло Пикассо стоимостью 70 миллионов долларов. Причина в том, что хозяин картины, американский миллиардер Стив Уинн, повредил шедевр. Однако, как именно он это сделал, не сообщается. Автопортрет отправили на реставрацию. Ранее миллиардер умудрился повредить еще одну работу Пикассо под названием «Сон». Стив Уинн проткнул картину локтем. По данным Центробанка, курс доллара на вторник 61 рубль 77 копеек. Евро 74 рубля. Цена за баррель нефти марки «Брэн» 76 долларов 94 цента. Попали в плей-офф седьмого места. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл локомотив «Кубань» в матче Единой лиги ВТБ. Подробнее об этой и других спортивных новостях расскажем далее. Игра для нижегородцев началась с большого провала. Первые три десятиминутки они сильно отставали в счете. На победу команды из столицы Приволжья болельщики уже и не надеялись. Но в финальной четверти баскетболистам удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке вновь заработала дальнобойная артиллерия «Нижнего». 15 трехочковых. Клубный рекорд сезона. Матч завершился со счетом 92-86. Теперь Нижнему Новгороду предстоит подготовка к игре против казанского «Уникса», который расположился на второй строчке регулярного чемпионата. Удачное завершение сезона. «Олимпия» задержал победу над курским «Авангардом» в матче футбольной национальной лиги. Выиграть нижегородцам не помешало даже то, что большую часть игры они были на поле в меньшинстве. Итог 3-2. Благодаря такому результату «Олимпия» занял 12-е место турнирной таблицы. А вот проигравший «Авангард» расположился на одну строчку выше нижегородского клуба. Бронзовая призерка «Олимпийских игр-2018» Нижегородка Анастасия Седова вышла замуж. Ее супругом стал лыжник Александр Кулешов. Пара сыграла свадьбу в Сарове. Счастливым событием спортсмены поделились с подписчиками в социальных сетях. Напомню, не меньше внимания привлекла и помолвка Анастасии и Александра. Молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в аэропорту Шереметьево, как только она прилетела с Олимпийских игр. Каждый выражает радость по-разному. Кто-то громко кричит, кто-то аплодирует, ну а некоторые, как нападающий Спартака Луис Андриано, танцуют. Пристальное внимание игроков своей команды бразилец привлек на торжественном банкете в честь завершения сезона. Напомню, Спартак взял бронзу чемпионата России по футболу. Дрался за бонусы. Бразильский боец смешанного стиля Лиота Мачидо получил дополнительные 50 тысяч долларов за нокаут соотечественника Витера Белфорта на абсолютном бойцовском чемпионате. Во втором раунде Мачидо нанес сопернику решающий удар ногой по лицу. Видимо, надбавки за зрелищные бои спортсменов неплохо мотивируют. Парк, посвященный футболу. В минувшие выходные площадь Минина и Пожарского превратилась в место, где нижегородцы могли приобщиться к игре миллионов и пообщаться с кумирами прошлых лет. Внимание фанатов и тех, кто неравнодушен к футболу, было приковано к бывшим игрокам российской сборной Александру Мостовому и Роману Павличенко, а также к эксгалкиперу сборной Хорватии Степи Плетикоса. Сегодня первый день, что я прогулял по вашему прекрасному Кремлю и получил огромное удовольствие, узнав еще больше о вашей истории, о вашем городе. Так что молодцы, я вас поздравляю с таким красивым городом. Сейчас Плетикоса работает на хорватском телевидении и собирается приехать в Нижний Новгород на матч сборной своей страны против Аргентины. Степи уверен, что эта игра будет определяющей. Ну а его соотечественникам должно понравиться в столице Приволжья. Я себе, я думаю, передам нашим болельщикам, что буду себя чувствовать здесь безопасно и спокойно, и что будут получать удовольствие от самого города и, конечно, от футбола. Звезда российского футбола 90-х Александр Мостовой, который в первый раз приехал в наш город, также остался доволен. После сегодняшнего события, потому что все-таки это правильно, что вот это делается, и я думаю, что с завтрашнего дня начнется, наверное, в Польше такое привлечение народа, и все будут уже жить настоящим таким предвкушением вот этого праздника, который будет. Поэтому, конечно, если все так будет продолжаться, я думаю, все мы от этого выиграем только. Пока кумиры раздавали автографы и фотографировались болельщиками, остальные нижегородцы тестировали на себе аттракционы и развлечения футбольного парка. Особо популярен у лунных посетителей футбольного парка был трекбол. Забава не хитрая, но без особой сноровки дается далеко не каждому. Мы отбивали мяч ногами и головой. А ты что делал тоже? Да, да. За два дня, что футбольный парк работал на площади Минина и Пожарского, его посетили свыше 20 тысяч нижегородцев. И еще немного о футболе. Нижегородский певец Андрей Покровский вместе со своей командой записал видеоклип специально к Чемпионату мира по футболу. Подробнее расскажем и покажем в нашем обзоре социальных сетей. Мировое футбольное первенство – самое ожидаемое событие этого года. За нашу страну будут переживать все. От самых маленьких до самых взрослых. Именно это и показано в клипе нижегородского музыканта. Тут тебе и бабуля, и детки, и гимнасты, и футбольные фристайлеры. В общем, целый винегрет. Ну а как иначе? Ведь мы так долго готовимся к этим матчам. Если прошлое видео вас не убедило, что нижегородцы очень ждут Чемпионата мира, то что вы скажете на это? Плющина устроил танцевальный перформанс в городском парке футбола. Как видите, душа просит танцев и голов. Но хватит на сегодня о футболе. Нижегородцы устроили испытание грязью. А вы говорите, танки грязи не боятся. Уазики вон тоже не брезгуют. Тем более у них неплохо получается справляться с лужами и озерами в наших областях. С таким автомобилем точно не пропадешь. Что вы знаете о настоящей любви и страсти? Два сурка не поделили даму сердце, и между ними произошла серьезная звериная драка. Прям все как у людей. В пятницу вечером во многих заведениях страны можно увидеть подобную сцену. Интересно, кого все-таки предпочла виновница драки в итоге? В Китае открылся ресторан, в котором худых людей кормят бесплатно. Но есть одно условие. На входе заведения стоят железные рамки, через которые нужно пройти. Если вы пролезли, то угощайтесь. А если нет, то придется заплатить. Кстати, самый маленький пробел – 15 сантиметров. Как утверждает владелец заведения, каждый день хотя бы один человек, но пролезает в самое маленькое отверстие. В общем, быть худым в Китае не только красиво, но еще и выгодно. Ну а какие интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами. Сегодня мне день рождения, мы гуляем сегодня в прекрасной погоде. Мне подарили огромный букет красных роз, я безумно счастлива и рада. У меня у сына, ну, заразу быка вылезла. Я хотела пополиться в Аль-Абару, еще и хотела посидеть на настоящей козочке, и хотела, чтобы уже паскарьера наступила. И это и раскила мочи-мачуха. Закрыли сессию, сдали все на хорошо, будет вот это в среде. Начинается сессия, конечно, это неплохая новость, но тем не менее, она закончится быстрее, благодаря тому, что чемпионат. Спасибо этому, скоро чемпионат, и тоже очень радостная новость, потому что я являюсь волонтером, и очень такие бюджниковые вещи будут твориться в этом времени в нашем городе. Наш выпуск продолжит прогноз погоды, и вот что ожидает нас в ближайшие три дня. Во вторник, 15 мая, днем в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями, плюс 27, ночью плюс 15, облачно. В среду, 16 мая, днем будет пасмурно, плюс 23, ночью 15 градусов, облачно с прояснениями. В четверг, 17 мая, днем будет облачно с прояснениями, 25 градусов, ночью плюс 15, пасмурно. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам отличного настроения и до встречи в городе.